Добрый день! Да, спасибо большое. Спасибо звукорежиссеру за подсказку. Мы тут просто в процессе, так сказать, настраиваемся. Два часа сегодня работаем в прямом эфире. Добрый день. Все равно плохо слышно. Все-таки в какой-то... Так, в этот микрофон, да, хорошо. Да, добрый день, приветствую вас. Два часа, как обычно. Мы несколько слов о том, чем будем заниматься после 12. Давно не общались мы с городскими активистами. Несмотря на такое непростое время, люди, которых мы хорошо знаем, которые периодически бывают у нас в эфире, они не прекращают своих попыток улучшать как-то нашу жизнь, развивать пространство. И вот об очередном таком проекте мы сегодня собираемся поговорить ровно через час. Приоткроешь поподробнее? Завесу тайны. Да, я могу рассказать, но тоже очень коротко, потому что сама не очень в курсе того, что в итоге нам представят. На следующей неделе будет открытие, официальное открытие бывших корпусов завода Крин. Там появилось лофт-пространство. Я так понимаю, что новые собственники этого здания, они просто привлекли общественников для того, чтобы понять вообще, разработать там некую концепцию того, как это можно использовать. Там будет и офисный центр. Я так понимаю, что до момента, пока там условно офисы не заняты, будут какие-то выставки проходить. Но вот в частности открывается это все двумя выставками, в том числе «Деревянные кружевые вятки», которые представляет Центр русской культуры и письменности мира «Томсуэрфест». Большой такой грантовый проект. Поэтому вот посмотрим, что там будет. В общем, проект социальный в любом случае, да, и призван каким-то образом улучшить общественное самочувствие. Еще одно место для того, чтобы собираться, обсуждать какие-то социально значимые вопросы в том числе. Ну а в первом части мы хотим поднять тему, о которой давно, по-моему, не говорили в эфире, тема остановок общественного транспорта – одна из, наверное, больных и насущных тем для нашего города. Я посмотрел, эта тема в информационном пространстве у нас в городе постоянно присутствует, причем информация такая противоречивая. Где-то начинают строить новые остановки общественного транспорта. Я знаю, что в областном центре есть соответствующие планы и на этот год. Выкладывают брусчаткой, да, в частности, остановку. Затем активисты приходят, измеряют с рулетками, смотрят в части доступности городской среды для маломобильных граждан. Да, и выясняется, что новая остановка абсолютно не подходит для того, чтобы там могли дожидаться общественные транспорты, люди с ограниченными возможностями. Ну, буквально на днях появлялась новость тоже такая критичная в одном из популярных городских пабликов. Позорище. Остановка на улице Мопра, ну, это улица Ленина, соответственно, да. Ни летом, ни зимой от осадков не спрятаться. Продувает со всех сторон. И так почти по всему городу. В общем, горожане довольно скептически, да, и критично настроены, да, по отношению к большинству, наверное, остановок общественного транспорта. Выглядят они достаточно разношерстно. И, на мой взгляд, чем дальше от центра города, тем ситуация удручается. Печальнее? Печальнее и печальнее. Ну, не знаю, ты обращаешь на них внимание, да? Я обращаю на них внимание. Вообще не очень понятно, все-таки есть желание у городских властей сделать некий единый там, да, не знаю, стандарт, что называется, остановок или нет. Вот сейчас об этом будем говорить с Артемом Драчковым, начальником отдела транспорта администрации города Кирова. Он с нами уже на связи. Артем Владимирович, добрый день. Добрый день. Добрый день. Накануне на сайте администрации появилась новость, пост о том, что собирается администрация привлечь жителей, да, к разработке дизайна остановок или, может быть, не только дизайна, но и наполнения. Объявили конкурс на лучший проект остановки городского транспорта. Можете ли вы сказать, вот этот конкурс, он на будущее, там, с непонятными пока перспективами, как использовать эти проекты? Или уже есть понимание, что там определенное количество денег готовы потратить власти на понравившийся проект? Как это будет? Ну, в данном случае, действительно, администрация города Кирова поддержала инициативу координатора движения «Красивый Киров» Анатолия Курбатова и объявила конкурс на лучший проект остановки транспорта общего пользования. Ну, цель мероприятия вы уже озвучили, да, это улучшение облика муниципального образования, да, с содействием формирования доступной и комфортной городской среды. Конкурс будет проходить с 13 мая по 27 июня. Ну, то есть принять участие в этом конкурсе могут все желающие, направить на электронную почту, либо принести лично к нам в отдел, да, победители определяют конкурс на комиссии, куда вошли, ну, не только специалисты администрации, общественники и те, кто действительно занимается вопросами городостроительства и архитектуры. Ну, в данном случае мы здесь направлены на то, чтобы мнение общественников, тех людей, которые горячо переживают за наш любимый город, и свои инициативы они проявили в качество. То есть они прислют проекты, лучше отберут, если получится, что интернет-голосование сделано для того, чтобы определить победителей. Ну, естественно, самая главная цель – это реализация данных проектов. То есть, естественно, если все поддержат, то этот проект мы уже в текущем году реализуем в городе Киры. Перспектива-то, чтобы в каждой территории, к отдельному участку, например, если предложат, да, проектировщики, чтобы там, например, в пригородных зонах такие остановки в исторической части города, такие остановки, в центральной части города, такие остановки, естественно, к данному участку его реализовать. То есть у нас ежегодно из городского бюджета выделяются денежки на обновление павильонов. Естественно, с учетом мнений и проектов, которые будут представлены, мы уже будем их реализовать на основании вот этих проектов, а не просто делать однотипные павильоны, которые сейчас у нас в городе антивандально делаются. Артем Владимирович, все-таки непонятно. Поясните, пожалуйста, почему именно сейчас-то появилась идея проведения этого конкурса? Почему не год назад, не два года назад? Вопрос-то довольно давно уже назрел. Это к чему-то связано, к чему-то приурочено? Нет, на самом деле, ну, вы, наверное, можете спросить этого Анатолия. Как бы они ко мне обратились в начале года. Естественно, для того, чтобы провести этот конкурс, надо было все процедуры согласовать. После того, как со всеми управлениями департаментом были согласованы, все согласились принять участие в этом, мы сразу незамедлительно с конкурсом вышли. Получилось бы раньше, там, до 9 мая сделать, до 9 мая. Но, к сожалению, вот все согласования прошли, и мы как можно быстрее это сделать. Ни к чему это не было приурочено. Это все шло в плановом, так сказать, периоде. И, к сожалению, 2 года назад я этим не занимался. Считаю, что, конечно, можно было это сделать раньше. Не, ну просто, да, мысль-то возникла все-таки, маячит цифра, да, 650-летие города, может, с расчетом на это в том числе делается. Нет, это делается вот... В рамках текущей работы, да. Да, да, в текущей работе. Артем Владимирович, вы сказали, что выделяются каждый год средства на обновление, там, да, либо установку новых остановочных павильонов. Как много средств уделяется, там, на сколько остановок, условно говоря, то есть суммы хватает, которые каждый год бывают? К сожалению, да, у нас с вами, как я не раз говорил, что 650 остановочных павильонов в городе должно быть, но это и пригород берется. То есть в текущем году у нас там заключен муниципальный контракт, в рамках которого мы должны 7 павильонов поставить. Сколько? Ну и сделать 7 павильонов новых. Ага. Ну и остановочные площадки сделать, это более 50 в этом году, то есть в разные программы, в которые мы могли вступить, то есть сделать вот именно что для ожидания более комфортно, чтобы ни луж не было, ни грязи, чтобы люди могли подойти к остановке и ожидать общественного транспорта. То есть 7 это павильонов, остановочных площадок около 50, это именно платформа такая, да, получается? Да, платформа, да, да, да. Ну слушайте, если 650 остановок в Кирме всего, в замене я не знаю, сколько из них нуждается в процентном отношении? Нет, смотрите, у нас есть остановочные павильоны, которые, грубо говоря, каждый год приводятся, то есть содержатся. То есть мы их подкрашиваем, ремонтируем там, где портят, где-то подкручивают, где-то меняют кровлю. То есть это совсем другое, то есть другая работа, она проходится. А здесь мы именно остановочные павильоны ставим, где они отсутствуют. А здесь нет. Вот сейчас как раз, да, координаторы движения, вот красивый Киров, они провели тоже работу большую с общественниками. Огромное спасибо за то, что проверили все остановки, должны вот скинуть локацию всех остановок, в каком состоянии, ну, каждая из них и что необходимо доделать. То есть их работа вот заключается вот как раз не просто критикуя, да, а критикуя, предлагая, и в данном случае они помогают, то есть администрации города, чтобы сделать, точечно отработать те места, которые сейчас, ну, в плачевном состоянии, например, да, и сделать их в нормативе. А, ну это такой, ну это, слушайте, это такой ремонт получается больше, да? Ну, ремонт, да, и на перспективу вот как раз здесь мы и говорим, что где лучше поставить сейчас? То есть есть возможность семь заменить, давайте скажите, где лучше. В данном случае есть обращение граждан, где большое количество обращений мы там меняем. Не просто, ну, в поле ставим павильон, где он, в принципе, не нужен. Наверное, надо поставить туда его, где большее количество людей будет пользоваться данными услугами. Возвращаясь, да, возвращаясь к конкурсу, объявленному, который уже стартовал, все-таки что это должны быть за работы техника исполнения, потому что к себе примеряя, например, я не обладаю какими-то выдающимися художественными способностями. Ну да, то есть это дилетанское совершенно... Я не смогу отобразить на бумаге, да, ни вручную, ни на компьютере, то, что там мне видится, хотя кое-что видится, безусловно. То есть абсолютно демократичный тут подход. Можно от руки рисовать. Да, демократичный подход. Любой желающий, нет никаких особых предпочтений. Да, естественно, победит там наилучший проект. Я считаю, что должен быть функциональный, уникальный павильон, который выполнен из таких стандартных, негорючих, антивандальных материалов, чтобы было практично использовать. Естественно, различные ноу-хау, которые сейчас используют во всех городах. Пусть там будут зарядные устройства, либо еще какие-то дополнительные плюсики для того, чтобы ожидать общественный транспорт. Это все приветствуется. Ну и, естественно, должно быть там расписание движения, установка скамьи, урны там для мусора, какие-то рекламных буклетов, может, либо еще что-то. Каждый должен подойти творчески. Как он видит остановку в городе Кире в данной локации? Слушайте, а вы сказали в самом начале, что проекты остановок могут быть разными, то есть для разных, скажем так, точек. То есть человек должен одну какую-то остановку предложить, или он может предложить пакет из разных видов остановок для разных районов города? Вот на самом деле, как раз когда мы обсуждали, как это делать, моя главная цель была не ограничивать. Не должен один человек ограничиться одной остановкой. Он может прислать такое количество остановок, которых он считает возможным для себя. То есть он посчитал, что я считаю, что 650 остановок должны, каждая со своей зимой, и прислал нам 650 проектов одного себя. Ой, слушайте, ну это, мне кажется, нереально. 650 рисунков. Я говорю, что если он готов, то я только рад буду. Понимаете, хорошо, чтобы большое количество людей приняли участие в этом. Потому что то, что создает тот человек, который живет в этом городе, он, наверное, будет бережно относиться к тому, что мы сделали. То есть сейчас мы обновили там, например, остановки в центральной части города, небольшие, со стеклом. Я надеюсь, и с вашей помощью не будет тех людей, которые наклеивают на остановках объявления, бьют стекла у нас, там, отрывают крышу и прочее. То есть в данном случае, когда мы сами создаем какое-то соучастие, происходим в процессе, мы бережно относимся к этому. Надеюсь, граждане города Кирова и гости будут относиться к тому, что мы создадим более бережно. Честно, хотелось бы надеяться, но у меня есть ощущение, что это в некотором смысле, ну, скажем так, без гарантии, да? Ну, смотрите, вот передо мной сейчас, как расположение о конкурсе, да, открыл его на компьютере, там есть пункт четвертый, это внимание сейчас потенциальным участникам этого конкурса. Вот эти требования, которые там прописаны, они, прям их надо вот соблюдать-соблюдать, то есть такая догма, да, ну, например, максимально допустимые габаритные размеры остановки. Длина 6,5 метров, ширина 3,5 метра, высота 3 метра. Он такой гаражный боксик такой получается, да? USB-выходы для зарядки устройства, мобильных устройств, зона Wi-Fi, рекламный модуль, лайтбокс, сити-формат, шириной и высотой 1,2 метра на 1,8 метра. Это все в требованиях вот прописано. Урны для мусора, места для размещения рекламных буклетов и газет. А еще, между прочим, Анна, световое табло с наименованием остановки на двух языках, русском и английском. Сколько там всего прописано? То есть это вывеска такая должна быть, светящаяся. Эти все пункты нужно соблюдать или что? Не обязательно. То есть это будет, грубо говоря, неплохо, если бы это все уложиться. Но я еще раз вам говорю, нет такого, что если этого пункта нет, то ваш проект не пройдет. На самом деле, включить все в остановку, какая она должна быть, вот нормативный документ, это очень сложно. И все вот, кто инициативу эту предложил, они сказали, ну это нереально. То есть в других регионах, там всего лишь, наверное, в России, в двух регионах проводился такой конкурс. Ну то есть включить все, это, наверное, слишком трудоемкий такой документ был, и всех запутает. Поэтому здесь нет никаких ограничений. Кто как видит остановку, он так представляет, а конкурсная комиссия, я думаю, объективно оценивает, в том числе и из числа общественников. Слушайте, а конкурсная комиссия будет все-таки оценивать, в том числе и реалистичность реализации проекта? Ну то есть написать и нарисовать можно все что угодно, любые мечты можно на бумаге изложить. Да, да. Я могу для примера, кстати, привести то, что прописано в положении. Тут критерии оценки есть. Готовое планировочное архитектурное решение, возможен индивидуальный архитектурный проект. Функциональная составляющая устойчивая к внешним климатическим, механическим воздействиям, обзорность изнутри павильона, негорючие и слабогорючие материалы, естественная вентиляция, кондиционирование, отопление. Это все в критериях оценки. Да, да, в положении написано. Я не знаю, просто история следующая. Если вот Артем Владимирович нам говорит, что 650 остановок в городе, и все мы видим, да, какая часть из них возможно нуждается в муниципальном образовании. В муниципальном образовании, да, да, да. Какая часть из них нуждается там в реконструкции или замене, то вот история с отоплением, мне кажется, это уже какие-то, я не знаю, такие сверхзапросы, что называется. Ну почему? Зачем тратиться на отопление, Артем Владимирович, я думаю, ведь в курсе того, что у нас контракт уже заключен на строительство умной остановки, да, Трифонов монастырь. Все верно, Артем Владимирович? Будет ли она вообще? Да, все верно. Да, но вот там как раз-таки теплая зона предусмотрена. А вот здесь вопрос к подрядчику, потому что подрядчик, как с одной стороны заявился на данное, так сказать, исполнение, но, как я и уже говорил и на депутатском части, что действительно есть две части этого контракта, да, там это благоустройство территории, и второе это сам умный павильон, да, и они действительно не могут найти то оборудование, те требования, которые мы установили для них, потому что мы не хотим делать, грубо говоря, просто для галочки, а хотим сделать настоящий, красивый, хороший, современный остановочный павильон. Вот, поэтому с нашими требованиями он, ну, как бы сейчас ищет все то современное оборудование, которое, как бы, как в Казани, как в Москве стоят на умных остановках. Поэтому мы у него будем принимать только такую современную остановку. По материалам, из которых может быть изготовлен остановочный павильон, есть ли какие-то требования, там, условно, вот это да, а вот это нет? Есть ли люди, которые разрабатывают проект остановок, предложат вам остановку, сделанную из профнастиловую, это сразу в брак пойдет? Или это тоже будет рассматриваться? Мы сейчас с вами понимаем прекрасно, что у нас в основном сейчас в городе павильоны, они как раз из профнастилов. То есть такие антивандальные, чтобы их не сломать, потому что вот... Но выглядит, честно говоря, ужасно, правда. Я ведь с вами не спорю. Для того, чтобы сделать их в стекле, ну, наверное, бюджета города Кирова недостаточно будет всего годового, чтобы все 650 сделать в таком стеклянном исполнении. И так как мы, ну, граждане относятся некоторые к стеклу, которое сделано павильон, то есть разрисовывают их, портят и прочее. Разбивают. Замена стекла, да, развивают. Замена стекла, она больно бьет по бюджету города, а у нас с вами много проблем, которые надо решать. Поэтому, естественно, мы хотим хорошие павильоны, но и приветствуем такие решения, которые будут практичные, но в то же время очень красиво смотрятся в архитектуре города. Я вот сейчас подумала, что, как бы, ну, если не стеклянные павильоны, но при этом вот не этот ужасный, надоевший профнастил, что можно было бы придумать? А почему бы не сделать остановки, условно говоря, из дерева, да? Ну, то есть вот эти вот деревянные реки, да? У нас же много дерева, у нас лесной регион. Дерево, к сожалению, легко горит. Ты думаешь, будут поджигать? Ты думаешь, будут поджигать остановки? Учитывая огромное число жителей города, у которых руки чешутся, ну, мы же прекрасно видим, как зачастую выглядит. Ну, поджигать остановки, это уже, мне кажется, какой-то... Аня, у нас в городе мусорные баки поджигают, переворачивают и так далее, и тому подобное. Если что-то новое появляется, то это обязательно потом разукрашено всевозможными... Если так подходить к вопросу, это значит, что мы на остановке из профнастила обречены навечно. Нет, на самом деле, я, с одной стороны, согласен с вашим собеседником, что у нас у людей руки чешутся всегда, да? С другой стороны, ну, мы должны пробовать. Если не будем пробовать, тогда не узнаем. Поэтому не надо все пробовать, но надо пробовать из разных материалов изготавливать павильоны, посмотреть, как к этому относится народ, привлекать сюда бизнес, который расположен рядом с остановочными павильонами, для того, чтобы они реализовывали в том числе и эти проекты, которые, я надеюсь, поступят к нам в большом количестве. Ну, давайте по итогам, еще об итогах, вернее, конкурса поговорим. Когда планируется подведение, сколько будет победителей, и что дальше-то? В ход пойдут эти проекты? Ну, если, конечно... А победители, кстати, получат приз. Вот я читаю, грамоту дадут. 27 июня мы планируем подвести итог. То есть через месяц после завершения конкурса, да, непосредственно? Нет, почему? Он у нас будет с 13 по 27 июня. Июня. А, июня, да. Июня, да. И после этого мы подведем... Алло, Артем Владимирович? Да, да, да. И мы, естественно, наградим лучших. Наградим лучших. Ну, и есть у нас спонсоры, которые отметят победителей ценными призами. Приятными ценными призами. Понятно, да. Ну, а сам-то проект, или сами проекты победителей одежды. Что с ними-то они? Они будут взяты на заметку или что-то, не знаю. Нет, естественно, лучшие проекты я хочу, чтобы в этом году мы их, грубо говоря, исполнили в городе Кирове, чтобы все не только на бумаге это увидели, но и побывали в этом остановочном павильоне. Так, подождите. То есть вот те семь остановочных павильонов, которые в этом году мы можем заменить, они уже будут делаться по проекту победителей у этого конкурса? Так? Нет. Нет? Те семь, которые мы сделали, они уже готовы. А. Сейчас подготовятся площадки для того, чтобы их установить. Понятно. Вот. Я думаю, видите, у нас сезон коротенький, а вот здесь, которые там три победителя, нет, постараемся в этом году реализовать хотя бы один-два остановочных павильона, которые уже победят. В зависимости от того, из чего он будет сделан и какое у него наполнение будет, понимаете? все зависит от цены вопроса. Все-таки на будущее. Смотрите, прописать еще раз можно любые ништяки на бумаге. И отопление, и освещение, и, не знаю, электронное табло, и любые совершенно схемы движения транспорта, интерактивные, которые можно пальцами двигать. Но если будет выбор стоять перед вами, вот у вас есть проект с большим хорошим наполнением и красивым внешним видом, но денег нет, вы будете все-таки склоняться к тому, чтобы большее количество остановок внешне преобразовать, преобразить, да, без наполнения, или, например, меньшее количество остановок, но с какими-то техническими фишками? У меня вот здесь ответа такого однозначного нет. Потому что вот общаясь как раз с движением красивых киров, они говорят лучше одну на хорошую. Раньше у меня было мнение что лучше десять, но для всех. Вот сейчас я в промежутке и не одну, и не десять, но как-то вот, знаете, посерединочке хотелось бы и красивое, и с полным насещением, ну, гораздо больше, чем одно. Вот так вот. Если из десяти выбор делать. А еще можно, Артем Владимирович, задам такой вопрос, да? Мы понимаем прекрасно, это веяние требований времени, гаджеты у нас у всех подзарядить, внезапно возникает, да? Потребность их. Вот говоря об этих USB-зарядках, освещении, Wi-Fi и табло информационных, вообще, насколько реально и насколько это осуществимо, подведение всех этих коммуникаций. Говорить-то об этом, да, замечательно, хотелось бы то, хотелось бы все, а как на самом-то деле дела обстоят? Да, там же электричество надо будет. Везде ли позволяет подводка этого всего? Ну, естественно, не везде. Но если мы берем город, центральную часть, да, грубо говоря, неудаленную там, населенную пункцию, то везде подход к электричеству, практически везде есть, и тянуть далеко не надо. Согласен с вами, что зона Wi-Fi, наверное, сейчас менее актуальна, и для многих как бы USB-зарядки это, ну, сейчас не какое-то такое требование дня. Ну, в других городах, да, где я бывал, видел, что действительно телефон садится, там дети даже не могут добраться или дозвониться до родителей, естественно, это как выход, ну, пусть это будет не повсеместно, но на каких-то основных узлах, пересадочных, таких вот, центровых, остановочках, они должны быть. И проблем для них, ну, для USB-зарядки там, или для устройства Wi-Fi, там, не такие большие затраты, в том числе для бюджета. И еще вопрос, все мы прекрасно видим, как выглядят остановки в городе, в администрации, в мэрии, я думаю, что идет постоянное обсуждение, а как защитить все-таки остановки наши от тех, вот как мы говорили, у кого руки чешутся, да, не ломали, не разрисовывали, не расписывали, не гадили, не крушили, еще какое-то вот, сформировано уже, сформировано какое-то решение проблемы, как в других более, раз мы тут ссылаемся постоянно на них, в других более населенных городах решается проблема, чтобы остановка, как можно, ну, по крайней мере, долгое время оставалась в том виде, в котором она была построена, она не была сломана, не была разрисована, и так далее. Как с этим бороться? Ну, на самом деле, есть два решения бороться с этим. Первое, идти по пути города Москва, да, это установка камер видеонаблюдения, да, с идентификацией личности, и сразу решается вопрос, кто будет портить имущество, если он сам за это будет платить. Поэтому у них вообще во всей вот центральной части и, грубо говоря, не на крайних городах Москвы остановки в идеальном состоянии в этом отношении. Как борются в других регионах? Они, грубо говоря, передают земельные участки для установки остановочных комплексов частным организациям. Те на длительное время снимают эти остановки, ну, размещая там необходимую там для себестоимости, да, и зарабатывания денежных средств, тем самым снижают затраты на содержание остановки и следят за тем, чтобы, ну, не раскрашивали, не портили имущество, потому что это, грубо говоря, их имущество. Ну, то есть частник уже следит, да, частник следит за тем, как это все выглядит. Вот это две такие вот основные позиции, как можно беречь. А у нас положительные... По третьему пути живем мы и большинство регионов страны. там 80-90% мы содержим, стараемся к сознательности привлечь граждан. К сожалению, не всегда это успешно получается. Третий путь это борьба с последствиями уже, да, непосредственно, когда приходится и чистить, и отмывать, и отскабливать, и так далее. А у нас есть уже положительные примеры решения этого вопроса? Вот прям частник, возможно, на себя взял где-то обязательства. Частник взял не на всех территориях, где у нас частная территория, и расположена она рядом с остановочной площадкой. То есть есть такие примеры, которые используются, либо, грубо говоря, он взял остановку и использует ее под рекламу. То есть городская реклама там заключает с ними контракт, соглашение, и они содержат. Да, такие остановки есть, вы их тоже в городе видите. К сожалению, их не так много, но они действительно поддерживают теснотный порядок. Центральный универмаг, если не ошибаюсь, да? Ну, в центральный универмаг, да, остановка вот напротив администрации тоже там содержит один из частников, который в том числе поддерживает в тесноте остановочный павильон, место посадочное. Это на Карла Маркса, где кофейня стоит, да, маленькая? Да, да. Вот эта остановка. Потому что на противоположной стороне Карла Маркса остановка, которая была стеклянной, кстати говоря, она была очень симпатичной, когда ее поставили. Выглядит, конечно, удручающе. То есть там вместо стекла сейчас набиты фанерные щиты. Ну, надеюсь, в ближайшее время мы стекла поменяем, но я говорил, что если мы не будем их береть, то через месяц она превратится в то же самое. Понятно. Вы видели? Но это удивительно на самом деле, потому что это происходит в районе администрации, в месте, где, скорее всего, все-таки камеры-то какие-никакие стоят в видеонаблюдении. Мы все прослеживали, да, это в вечернее время в основном наклеивают, когда лица не надо так идентифицировать и наказать тех нерадивых граждан, которые разукрашивают, мы не смогли. Днем, если бы это они осуществляли, мы бы нашли и действительно привлекли бы сотрудники полиции их к ответственности за то, что они портят. Городской имуществ. Ну, а может, однажды, или, не знаю, во внерабочее время устроить засаду, А, кстати, хорошее дело, да. Подкараулить, поймать за руку, устроить, знаете, такую показательную порку, да, чтобы весь город знал этих героев. Я с удовольствием это сделаю и как только я замечу кого-то, кто нарисует, ну, вот мне он не попадается. Я вечером гуляю, смотрю, слава богу, что, грубо говоря, все меньше и меньше клеят этих объявлений, но, надеюсь, прекратим это когда-нибудь в городе, чтобы не наклеивали, либо клеили только на доске объявлений. Очень хочется надеяться на это, да, что все-таки цивилизованным таким путем мы придем к тому, что остановки наши будут беречь граждане и не только те люди, которые занимаются их содержанием. Спасибо большое Артему Драчкову, начальнику отдела транспорта администрации города Кирова. Мы с Артемом Владимировичем прощаемся, до свидания. Уже после рекламы напомним, куда стоит относить конкурсную работу, да? Да, да, да. на рекламу уходят. Власти нашего города с подачи общественников проводят конкурс на лучший проект остановки общественного транспорта. Давай еще раз напомним, что конкурс стартовал 13 мая, будет он проходить до 27 июня. Работы можно как отправлять на электронную почту. Сейчас озвучу адрес транссобака адмкиров.ру Интересное словосочетание получается. Транссобака адмкиров.ру Либо можно лично приносить в городскую администрацию. Я читаю положение о конкурсе, и там как раз таки указан адрес. Это всем известное здание администрации на Воровского 39, кабинет 529, 530, либо 530-Б. Я думаю, в наш информационный век несложно найти номера телефонов и позвонить и конкретизировать, когда, в какое время можно принести это все. Как мы услышали, прям в любом виде, вот как вы себе это видите, как вы себе это фантазируете, остановку общественного транспорта современного вида в городе, можете от руки, можете, если вы профессиональный дизайнер, пользуетесь какими-то специальными программами, можете на компьютере все это рисовать. И будут ценные призы. Ценные призы. И грамоты главные будут. Грамоты получат победителям. Мне кажется, что призы и грамоты это не самое важное для людей, кто, как мне кажется, занимается разработкой чего-то, какими-то проектами, для них ведь важна прежде всего строчка в резюме, что вот это вот делал я. И потом ты свой проект куда-то, куда идешь дальше работать, показываешь, что вот это вот мое. Юрий Шлеминзон с нами на связи, депутат Кировской городской думы. Юрий Львович, здравствуйте. Добрый день. Юрий Львович, одна из самых больных тем остановки общественного транспорта у нас в городе. Ну, не самых больных просто. Ну, одна из, говорю, одна из, да, уже долгие годы мы решаем, как надо их, нет, ну, безусловно, надо их приводить к какому-то единообразию. Не решаем. Не решаем. Многие годы не решаем. Хотя предложения, как решать эту проблему с депутатами, выдвигались неоднократно для администрации города Кирова. Давайте еще раз озвучим, в чем суть этих предложений, в чем основная проблема. День, деньги. Мы могли бы перенять хороший опыт наших соседей Ярославской области, которые несколько лет назад сдали в концессию все остановки общественного транспорта. Благодаря этому получили хорошие закрытого вида сами остановки, при них пристроенные помещения для торговли различными товарами, обустроенная территория вокруг самой остановки, и уборка за счет предпринимателя, который занимается этим делом. Юрий Львович, так у нас ведь уже это было. Нет, у нас это было немножко по-другому. До того, как Юрий Львович говорит про централизованную, скажем так, историю. То есть у нас это было, когда каждую остановку содержал отдельный какой-то предприниматель, кто влез, кто под ровом. Я говорю о временах, когда крестовый поход против киосков не начался. Но там они действительно были все разномастные. А в Ярославле, как я понимаю, там какой-то один держатель. Суть-то бизнес-то модель та же самая и остается, когда предприниматель следит за чистотой. Там было это сделано за счет низкой арендной платы за землю. В течение пяти лет. Пяти лет. Всего лишь пяти лет. И они очень хорошо обустроены. Они эту задачу выполнили за 24-ти года. То есть есть оператор. А у нас там было 536 остановок всего. За первые два года они 360. Так вот сделали. Я уже сейчас точно не помню. Ну, больше половины. Презентацию дела этого проекта как-то в администрации показал. Но это что касается содержания. Что касается внешнего вида. Нет, почему содержание? Они их построили вновь. Сами. Эти остановочные пункты. Сами разрабатывали проект и сами строили. Но им дали выгоду в виде низкой арендной платы. Конечно, да. Они сами разрабатывали. Там были определенные технические требования. Там даже было требование о присутствии воды в торговых точках. Все, не ошибаюсь. Чтобы можно было попить? Или чтобы можно было купить? Нет, ну там было что-то... Руки вымыть? Да, руки помыть. Или производство какое-то мелкое связанное с пищевой продукцией. Вот так. Притом, это были не окошечки, а такие, где входить. Только обязательно дверь входная должна была быть. То есть, как полный торговый... То есть, это такие мини-магазины для остановок. Действительно, такой павильон. Мини-магазинчики на остановках, причем одинаково выглядящие. Да, мини-магазин с павильоном из закрытого типа. Ага. Понятно. Ну тут, видите, опять же вопрос, если опять с предпринимательской точки зрения это все рассматривать, наверняка там была борьба, ведь места есть проходные, а есть непроходные, где-то людей больше, где-то меньше. Мне кажется, это все лишается вопросом арендной платы. В результате остановки появились. Ну, я понимаю. Юрий Львович, ну, судя по всему, у нас по этому пути не пойдут. Вот сейчас конкурс объявили на лучший, я не знаю, дизайн, да, или наполнение остановок. Вам как кажется все-таки, что на городской остановке должно быть... Для нашей территории это должна быть обязательно остановка закрытого типа. Закрытого? Я так понимаю. Конечно. То есть, павильон именно с дверью? Ну, не обязательно с дверью, но с трех сторон, по крайней мере, должно быть закрытым, чтобы не было доступа снега, дождя и всего остального. Ага. То есть, чтобы была защита от ветра, да? Да, ветра и осадка. Стены, крыша, да, к чему мы, собственно, привыкли, да. То есть, не просто крыша и скамейка, не просто крыша и скамейка. А что еще должно быть? Мы же не в Италии и Испании живем, а все же в российской территории. Как не жаль. Как не жаль. Там тепло. Ну, почему? Холодными январскими вечерами, когда ты ожидаешь 40 минут на остановке, очень жаль, что ты не в Италии, не в Испании. Где-нибудь в селе Русском. Но мы же еще и о технологическом наполнении мечтаем. И зарядки для мобильных телефонов, и чтобы у нас там бесплатный, беспроводной интернет был и так далее. или это дополнительные какие-то ненужные затраты? Это, конечно, хорошо от дополнения этих, но мы пока имеем неизвестного вида остановки, на которых нельзя стоять, ожидая общественных транспортов. А вы, Юрий Львович... И уборка еще этих территорий. Тоже вопрос. Вы, Юрий Львович, участвовали в обсуждении, в этой дискуссии по поводу так называемой умной остановки, Трифонов монастырь, появление которой нам обещали где-то осенью этого года. Там камень-то преткновения. Один из, вернее, в том, что она очень дорогой получается. Да, почти 4 миллиона. И депутаты ваши коллеги приводили, в пример, тоже Казань, где это все в 2-3 раза дешевле стоит. Вот эти вопросы, конечно, вызвало. Я вообще думаю, что это надо передавать в частные руки, тогда будет порядок. Ну так, а, в частные руки. То есть, по примеру Ярославля, да? Ну да, это не только Ярославль, а в других городах тоже такие работают. Ну это, на самом деле, хорошая история, если это будет централизовано, может быть. Я не знаю, просто... Ну да, конечно. Я не знаю, просто, видите, история с тем, что просто администрация занимается тем, что конкретные остановки передает сама одному бизнесу, другому бизнесу, третьему бизнесу, и там уже бизнес сам решает, как это будет выглядеть, и каким будет магазин. Это, наверное, не самая хорошая история. Это опять будет возглавляться того, что было. Нет, конечно, должен быть единый проект, я думаю. Общий, чтобы красиво все было. Конечно, ну да. Дальше уже кто-то пришел. Скептично выглядело и функционально. Эстетика и функциональность должны присутствовать вместе. Понятно. Спасибо. Юрий Шлибинзон, депутат Кировской городской думы. Не знаю, скептическое, конечно, отношение. Ну вот будет проект, да, ну пройдет конкурс. Дальше что выберут? Победителей. Это будет очередная документация, которая отправится в долгий ящик, и вряд ли когда-то будет реализована. Нет, ну смотри, говорит же Артем Драчков, что в этом году одну или две остановки по проекту Победителю постараются построить, поставить. Постараются. А что будет дальше, мы не знаем. Гарантий же нет никаких. Действительно, гарантий нет, что деньги будут на какие-то, не знаю, фишечки дополнительные. Не сведется ли это все к тому, чтобы, ну что мы опять начнем экономить, условно говоря, там, да, только внешний вид остановок менять, и, не знаю, там, использовать самые-самые дешевые материалы, чтобы сделать как можно больше этих остановок. И это та же самая история, что с дорогами. Когда ты ремонтируешь дорогу, через год ее надо снова ремонтировать, а через полтора еще раз, и снова, и снова, и снова. И здесь такая же будет история. Алена Чеснокова к нам присоединяется, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей Кировской области. Дети — это люди, те люди, маленькие жители города Кирова, которые часто ожидают общественный транспорт на остановках. Они не только в школу едут, они едут куда-то на дополнительные занятия, еще куда-то, ну, вот, и замерзнуть могут, и вымокнуть, и, не знаю, все что угодно. Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Да, добрый день. Не так много времени у вас. На ваш взгляд, что должны собой представлять остановки общественного транспорта в нашем городе для того, чтобы, действительно, мы, ну, уже в ногу со временем жили, и не жаловались на их такое пестрое разнообразие, где-то все разбито, где-то более-менее... По моему мнению, просто должен ходить транспорт хорошо. И тогда уже во всяких прибабахах на остановках не будет необходимости. То есть нужна просто хорошая заасфальтированная площадка со скамейкой нормальной, на которой можно сидеть, которая может быть антивандальная в связи с тем, что у нас есть очень такие неблагонадежные люди в Кирове и в Кировской области. Соответственно, крыша от снега, конечно, были бы деньги, были бы возможности, можно было бы расширить, там, сделать какие-то зарядки, Wi-Fi и там все остальное. Но я считаю, что лучше, так скажем, облагородить все остановки, чем какую-то одну и потратить на нее сумасшедшую кучу денег. А, это вы про умную остановку вспоминаете, небось? Ну, да. Которая, я надеюсь, что все-таки здравый смысл заблуждает, и это останется только на бумаге. Слушайте, а вот эта история... По крайней мере, Киров к этому не готов. Ага. История с тем, чтобы на остановках появились USB-выходы для зарядки мобильных устройств. Если мы говорим вот про все эти случаи, когда ребенка там, не дай бог, высадили из автобуса, или просто он потерялся, вышел не там, где надо, у него разрядился телефон, это насколько полезная штука? Ну, это, конечно, это вот... Это не совсем необходимость, потому что, в принципе, если ребенка высадили, ну, хотя бы где-то в городе, и он умеет разговаривать, он может у кого-то попросить помощи. Конечно, этого было хорошо, но, опять же, я думаю, что Киров еще к этому не готов. То есть для того, чтобы сделать, ну, более или менее такую освоенную остановку, нужно тогда, чтобы были какие-то камеры, чтобы наблюдали, что там происходит. То есть... А это все дорого. А это все дорого. Это, конечно, это сумасшедшие деньги, и получится, что одну остановку сделают как надо, а все остальное будет вот, ну, в таком состоянии, что даже присесть будет негде. То есть лучше, конечно, вот эту вот сумму, которая имеется, разбить на более большое, так скажем, количество остановок, чем это все вбухнуть в одну. Просто дело в том, что мы не знаем, какая сумма-то имеется. Может быть, это действительно настолько смехотворная она для таких серьезных объектов, как остановка. Нет, ну, честно, если бы все это проходило честно, то денег бы хватило любых. В принципе, сделать скамейку – это не такие большие деньги. Другой вопрос, что если вы, как частное лицо, пойдете эту скамейку покупать в магазине, у вас будет одна цена, а если вы ее купите там через торги или еще там как-то, она у вас будет стоить там в 200 раз дороже. Ведь вы просто ведь тоже в этом. Безусловно. Здесь такой финансовый нюанс имеется, да. Спасибо большое, да, Алена Чеснокова, председатель Ассоциации защиты прав многодетных семей нашего региона, эксперт ОНФ. На этом время первая половина дневного разворота завершается. Ну, минутку у нас еще есть. Я напомню, что конкурс на лучший проект остановки городского транспорта объявлен администрацией. Завершается он 27 июня, то есть еще больше месяца. Можно работу присылать. Ссылка на заявку, на форму анкеты, все это есть на сайте администрации, там, где можно ознакомиться с более подробной информацией как раз про этот конкурс. Да, там есть ссылка на непосредственное положение, где прямо максимально подробно на шести страницах все расписано. Какие требования. Хотя Артем Дурачков сказал, что могут принять участие не только профессионалы, которые привыкли, наверное, заполнять такие заявки, но и любители. Пишите просто, как должна выглядеть остановка, на ваш взгляд. Я не знаю, там, добавления какие-то свои к тому, что написано администрацией по поводу там и USB-выходов для зарядки, и освещения, и антивандальной скамейки, и прочих-прочих-прочих вещей. Вот такая история. Кстати, возрастное ограничение, по-моему, не указано этого конкурса. Я так понимаю, что... Я думаю, что это 18 плюс все-таки. А, 18 плюс, просто у меня в мысли возникло, может, какую-то детскую номинацию там выделить, да? Нет. Потому что детям же жить дальше-то в нашем городе. Как они видят себе остановки? Первый час завершаем. Во втором части вернемся, про благоустройство продолжим говорить. Редактор субтитров А.Семкин